Здравствуйте! Сегодня среда, 16 декабря. В эфире новости от Максимаркетс. Наш официальный партнер – информационное агентство банкир.ру. В этом выпуске – обзор рынка Форекс, прогноз по основным валютным парам и драгоценным металлам, макроэкономические новости, обзор календаря экономических событий Банкир ТВ, а также видеоуроки для опытных и начинающих трейдеров. И вначале о главных экономических новостях. Сегодня в центре внимания окажется решение Комитета по открытому рынку ФРС США по основной процентной ставке и сопроводительное заявление к решению. Норматив ставки, вероятно, будет повышен до уровня 0,5%. Кроме того, будет опубликован экономический прогноз и состоится пресс-конференция председателя Совета управляющих ФРС США Джанет Елен. Другими весьма важными показателями станут публикации в еврозоне декабрьских индексов деловой активности для производственной сферы и сектора услуг. Аналогичные показатели, а также композитные индексы, включающие в себя объединенные данные по обоим секторам экономики, будут опубликованы в Германии и Франции. Значительный интерес вызовет также британский отчет по рынку труда, включающий в себя количество заявлений на получение пособий по безработице, динамику заявок на трудоустройство. Уровень безработицы в стране, предыдущий показатель 5,3%, изменение числа занятых, а также изменение уровня среднего заработка и недельной оплаты труда. Еврозона опубликует сегодня ноябрьский индекс потребительских цен и сальдо баланса внешней торговли за октябрь. Канада и США представят объемы операций с иностранными ценными бумагами и объем покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами. А в США будут опубликованы изменения объема промышленного производства и объема перерабатывающей промышленности за ноябрь. Ноябрьский объем выданных разрешений на строительство и количество закладок новых фундаментов под жилищное строительство, индекс деловой активности в производственной сфере за декабрь, а также данные по запасам бензина, сырой нефти и дистиллята от Министерства энергетики США. Курс валютной пары евро-доллар после достижения локального минимума на уровне 1,09 во время американской торговой сессии 15 декабря постепенно корректируется. Триггером для роста волатильности вероятно станет публикация макроэкономической статистики из стран Европейского Союза. В 11.00 по московскому времени будет опубликован индекс деловой активности Франции, а также индексы потребительских цен Австрии и Словакии. Через 30 минут после этого индексы деловой активности в производственном секторе и секторе услуг опубликует Германия. Комплекс перечисленных данных в случае существенного отклонения от прогнозов и предыдущих значений может спровоцировать возобновление нисходящей динамики единой валюты, что приведет к повторному тестированию уровня поддержки 1,09 и после его преодоления к потенциальному спуску к отметке 1,0860. Стоимость британского фунта по отношению к доллару США после резкого падения в течение вчерашней торговой сессии консолидировалась в районе уровня 1,5050. Крайне низкая волатильность, которую мы можем наблюдать в текущий момент, может смениться ростом динамики и возобновлением снижения курса под воздействием фундаментальных факторов, наиболее важным из которых станет публикация в 12.30 по московскому времени данных о рынке труда Великобритании. Эти данные, а именно средний уровень заработной платы, изменение числа заявок на пособие по безработице и уровень безработицы, в полной мере характеризуют текущее состояние рынка труда в Соединенном Королевстве и, безусловно, помогут инвесторам определиться в отношении к перспективам британской валюты. Относительно негативные данные могут спровоцировать инвесторов на возобновление продаж фунта, что откроет возможность дальнейшего снижения курса, которые будут ограничивать уровни поддержки 1.5030 и 1.4950. После достижения локального минимума на отметке 1059 долларов США за унцию золото находится в коррекционном движении вверх. Целью этого восходящего тренда станет уровень сопротивления на отметке 1065 долларов. Рынок ожидает открытие североамериканской торговой сессии, решение Комитета по открытому рынку Федеральной резервной системы касательно новой процентной ставки в Соединенных Штатах. А пока будем наблюдать за тем, удастся ли котировкам преодолеть этот барьер в первой половине дня. В случае успешного продвижения вверх следующая значительная линия сопротивления находится на отметке 1068 долларов. Здесь цена золота встретится со своей 100-дневной скользящей средней. С началом азиатской торговой сессии котировкам серебра удалось подняться выше 50-дневной средней для часового графика. Для нас этот факт может служить сигналом о возникновении восходящей тенденции сегодня до полудня. Стартовав с уровня 13 долларов 76 центов, в первой половине дня котировка серебра протестирует сопротивление на отметке 13 долларов 87 центов. В случае успешной попытки цены на этот металл консолидируются выше 100-дневной линии. В обратном случае коррекционный разворот от уровня 13 долларов 87 центов будет направлен к поддержке России, образованной 50-дневной трендовой линии на уровне 13 долларов 75 центов. Информационный видеоканал MaxiMarkets теперь в прямом эфире на YouTube. Подпишись и будь в курсе.